Вы смотрите актуальное интервью в студии Надежды Саханская. Здравствуйте. Власть региона разработали и реализуют множество мер, направленных на то, чтобы рос уровень благосостояния отдельных людей и семей, в том числе многодетных. Какая работа ведется в республике для повышения благосостояния населения, а также о борьбе с бедностью. Обо всем этом мы сегодня поговорим с гостей из студии Еленой Волковой, министром труда и социального развития Республики Саха. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот в республике традиционно огромное внимание поддержку оказывают семьям и многодетным, и малообеспеченным, и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Скажите, какие выплаты и меры поддержки они сейчас получают? Наверное, я начну с того, что у нас в республике действуют государственные программы, одна из которых называется «Социальная поддержка граждан в республике Саха и Якутия». Эту программу ведем, курируем непосредственно мы, это Министерство труда, и у нас есть ряд из исполнителей в виде в лице Министерства и ведомств, которые также осуществляют те или иные меры поддержки. И вот эта вот программа, она как раз непосредственно направлена в первую очередь на социальную поддержку тех либо отдельных категорий граждан, либо семей, которые нуждаются в той или иной помощи, в той или иной социальной услуге, которая помогает людям выйти из трудной жизненной ситуации в том числе. И наша программа, ее объем финансирования ежегодно увеличивается. Мы говорили с вами о том, что только на поддержку семей с детьми у нас буквально за последние пять лет общий объем финансирования увеличился в более чем восемь раз. И также те средства и то внимание, которое также направлено на развитие сферы социальных услуг, оно тоже расширяется. Внедряются новые технологии, новые формы обслуживания, которые также направлены на поддержку непосредственно семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, только с точки зрения уже помощи в виде каких-либо социальных услуг, это и психологические, и социально-бытовые, и многие другие. И если говорить непосредственно о мерах поддержки, о, так скажем, денежных формах поддержки населения, конечно, мы отмечаем, что в республике у нас достаточно очень такой разработан серьезный пакет, состоящих их из различных материнских капиталов, которые в первую очередь направлены на поддержку рождаемости, на поддержку нашего демографического роста. Это различные материнские капиталы при рождении, есть выплата при рождении первого ребенка, есть материнский капитал при рождении второго ребенка, есть материнский капитал при рождении третьего или последующего ребенка. И буквально с января месяца по решению у главы размер материнского капитала при рождении третьего либо последующего ребенка уже увеличился в два раза, составляет уже с января этого года 300 тысяч рублей. То есть хочу здесь подчеркнуть о том, что ежегодно принимаются отдельные решения, которые направлены на усовершенствование тех или иных мер поддержки. Ну и безусловно, здесь мы, конечно, подчеркиваем, что есть также дополнительная мера поддержки в виде целевого капитала «Дети столетия», которая предоставляется вне зависимости от очередности рождения ребенка. Всем семьям, которые ждут ребеночка, они все сегодня имеют на это право. Целевой капитал «Дети столетия» еще продлен еще на 5 лет главой республики. Поэтому вот эта система мер, она на сегодня, ну, нашей республике, наверное, является такой достаточно очень серьезной. которая направлена как на решение, значит, вопросов жилищного, улучшения жилищных условий, ряда других направлений. Но вообще я хочу подчеркнуть, что у нас в республике, равно как и в целом по стране, вот тенденция по использованию материнских капиталов, в большей степени все-таки наши семьи используют на улучшение жилищных условий. И интересный такой момент, если сложить сегодня сумму материнских капиталов, например, семья при рождении третьего ребенка вот в этом году, она будет иметь право, как мы сказали, на 300 тысяч рублей. Кроме того, целевой капитал «Дети столетий», это уже проиндексированный его размер, 107 с небольшим тысяч рублей. Кроме того, многодетные семьи, у нас уже вот второй год реализуется закон о предоставлении возможности замены, значит, замены земельного участка на выплату в случае, если семья, соответственно, желает распорядиться, направить эти средства, например, на погашение ипотечного кредита. И кроме того, в стране, значит, это федеральная мера поддержки, существует поддержка в виде выплаты для многодетных в размере 450 тысяч рублей, которые также можно направить на погашение ипотечного кредита. И вот из последних решений президента мы все слышали, что эта мера будет также продлена. И, соответственно, если сложить в совокупности, то вот уже более миллиона рублей можно направить непосредственно на улучшение жилищных условий в виде погашения ипотечного кредита. Вот такой интересный момент. Что касается поддержки семей, находящейся в трудной жизненной ситуации в связи с низкими доходами, уже в последние, вот буквально в этом году завершился, значит, так скажем, переход и преобразование всех мер поддержки, которые раньше были ежемесячные, но по возрасту они различались. Значит, в 2003 году полностью, значит, произошло переформатирование в единое пособие, которое сегодня выплачивает Социальный фонд Российской Федерации на единых правилах. Соответственно, в едином, значит, при обращении в единое окно такая семья может получить уже эту выплату, если ребенок, ну, то есть возраст его уже не разграничивается по группе возрастов, а сегодня до 17 лет, если ребеночку, значит, до 17 лет, семья спокойно может обратиться. И при низких доходах, соответственно, выплачивается ежемесячное пособие в размере 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума это пособие на ребенка, соответственно, оно зависит от глубины нуждаемости. Вот. И далее, конечно, не могу не сказать, что кроме вот этих мер, направленных, как вот я сказала, на достаточно капиталоемкие вложения при рождении, на поддержку текущих доходов семьи. Есть еще ряд мер, которые направлены, так скажем, целевым образом на решение определенных задач семьи. Вот. В частности, если мы говорим о многодетных, то в республике у нас с 2019 года принят закон республики о статусе многодетная семья. В республике этот статус заключается в том, что семья — это три и более ребенка возрастом до 23 лет включительно, если ребенок либо учится, либо служит в рядах российской армии. Так вот, в зависимости, значит, точнее, вернее, при наличии этого статуса, например, семья имеет, многодетная семья имеет право на льготные авиаперевозки. Вот. То есть это целевая такая поддержка. И вот по статистике уже более чем 20 тысяч многодетных семей в год на основании своего статуса, который дан законом республики, имеет право и пользуется этим достаточно хорошей преференцией. Вот. О чем можно еще, значит, здесь сказать? Также в республике для многодетных семей относительно недавно введена дополнительная преференция — это льгота на налог, точнее, его обнуление, значит, на транспортное средство. Вот. И, видите, мы говорим о том, что ежегодно меры поддержки совершенствуются. Вот буквально недавно президентом страны озвучено, что также будет прорабатываться, значит, поддержка уже непосредственно, по освобождению от налога на жилье для многодетных семей. Буквально на днях это решение тоже было озвучено. Вот. Ну и, конечно, не могу не сказать о нематериальных мерах поддержки, о том, что в республике очень большое внимание уделяется популяризации семейных ценностей. И в этом году президентом страны, в принципе, по всей стране объявлен год семьи. Да. Вот. И это очень синхронизируется с той политикой, которая проводится непосредственно нашей республики. У нас в программе предусмотрены отдельные, очень-таки серьезные мероприятия, как, например, вот один из наиболее таких популярных — это семейный конкурс «Семья года». Вот. Вот. Буквально в эти дни, в первом квартале этого года, на муниципальном уровне должны пройти муниципальные этапы нашего конкурса. Значит, потом уже лучшие семьи нашей районы предоставляют их кандидатуры на республиканский уровень, проходит республиканский этап, и награждение уже мы подводим к 8 июля, ко дню семьи, любви и верности. Вот. Поэтому вот тоже нашим семьям, сейчас пользуясь случаем, предлагаю обратить на этот конкурс своё пристальное внимание. У нас сейчас в целом по году будут проведены масса мероприятий, направленных на повышение престижа, на укрепление семейных ценностей. Вот. Буквально недавно запущен по всей стране большой федеральный проект, называется «Всей семьёй». Вот. В этом проекте могут участвовать абсолютно все. Это там, где фотографии выкладывают? Это там, где фотографии, да. Семьи могут фотографировать. Вообще должны всей семьёй пойти на каток, посетить музей, сходить куда-то, значит, может быть, в кино. И вот семьи делают фотографию, когда они всей семьёй занимаются каким-либо, там, хобби или досуг. Вот. Это всё размещается, значит, в социальных сетях. Можно ознакомиться на сайте всесемьё.рф, вот, и принять участие. И организаторы самым активным семьям, значит, будут предоставлять различные, значит, подарки и так далее. Ну, а в принципе, я думаю, что это очень хорошее мероприятие для каждой семьи, чтобы с детьми, родители могли очень классно провести время. Да. Елена Александровна, с вами время летит просто незаметно. Я благодарю, что вы нашли для нас свободную минуту, ответили на вопросы. И отрадно осознавать, что действительно семье не только в нашей республике, но и в целом стране уделяется непоследнее внимание. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире. Актуальное интервью.